Приветствую, друзья! Сейчас я нахожусь на бульваре Шевченко возле Кировского района. И за моей спиной новостройки, строительство которых было завершено еще весной 2023 года. То есть еще прошлой весной эти квартиры были готовы для заселения. Но по какой-то причине эти дома простояли еще 9 месяцев, соответственно, никого сюда не заселяли. И только в начале 2024 года люди постепенно начали получать ордера на эти квартиры. Сейчас мы с вами пообщаемся с представителями строительной компании, кто ответственный за возведение этих объектов, а также и с местными жителями. Друзья, прежде чем мы с вами пройдем внутрь этих новостроек, хочу вам показать состояние новой детской площадки. Везде валяются такие булыжники, кирпичи. Дети какие-то ненормальные, честное слово. Дети-вандалы. Вот еще. И еще. Большая просьба к родителям. Проводите воспитательные работы со своими детьми. Еще один момент. Смотрите. Здесь парковка. С другой стороны тоже. Как видите, достаточно свободных мест на парковке. А с другой стороны дома парковки нет. Но по какой-то причине местные жильцы ставят свои автомобили прямо на тротуаре. Вот еще один такой. Это нормально? Как с такими поступать? Тоже воспитывать? У нас задача какая? Чем эти дома интересны? Это модульная конструкция. В общем, модули высокой степени заводской готовности, которые приезжали сюда, монтировали. По сравнению с другими организациями, наши модули приезжали. Уже встроено окно, сделано внутри разводка электрики, в теле монолита выполнено, выполнено. Было отопление, стояковая часть и были радиаторы. И практически было все зашпаклевано. Но в процессе транспортировки много подвергался атмосферным осадкам, поэтому приходи сюда мы это все делаем. Уже обновляли. То есть у нас были розетки, у нас были выключатели. Мы только собирали, как конструкции, как обычный конструктор детский. Собрали, скрепили между собой. Расключили с точки зрения инженерных сетей. И потом уже пошла отделка. Значит, отделка швов, утепление, гидроизоляция, инженерные сети, инженерные коммуникации. Ну и окончательная отделка, уже финишная, это двери, это напольные покрытия, это установка сантехнических приборов. Собственно говоря, поэтому сборка была быстрая. Она не предполагает достаточно длительного процесса строительства. Это такой процесс, как детский конструктор. Сложного нет ничего. Потому что основная задача, которую перед нами ставил наш президент, эта задача была поставлена в 22-м году. После того, как здесь закончилась основная фаза военной операции, прибыли сюда строители, когда уже было более-менее можно. Наша задача была быстро построить жилье. У нас все волокиты и все бюрократические припоны строительные были убраны. Нам надо было сделать быстро новое жилье, для того, чтобы люди выбрались из землянок, из подвалов, из временных жилищ и зиму 22-го, 23-го года могли перезимовать в нормальных условиях, имея крышу над головой, отопление, горячую воду, плиты, какие-то тут кухонные всякие приборы. Две площадки, которые наша организация делает. Площадка это на улице Куинджи, сейчас Тульц, Кафайский. Вторая площадка – бульвар Шевченко. Самая первая площадка улица Куинджи была сделана быстро достаточно. У нас самый первый дом сдался в ноябре 22-го года. И практически мгновенно была организована процедура заселения жильцов. Очень быстро и оперативно отреагировала тогда администрация города. Мы же лично водили людей, выдавали ключи по каждой квартире. Поэтому те дома были заселены быстро, мгновенно, без проволочек, что позволило соблюсти температурно-влажностой режим при их эксплуатации. И у нас там меньше всего проблем по тем домам. С бульваром Шевченко так не получилось. Я не знаю, по какая причина тому была, но эти дома очень долго не были заселены. Вот эти корпуса, в которых мы с вами находимся, корпус 7, корпус 8, строительное название, они были заселены, я посмотрел документы. Это декабрь-январь этого года, практически 9 месяцев они простояли никем не тронутые. Они были закрыты, они были без отопления, они были без энергоснабжения, они были без воды, они не проветривались. Поэтому температурно-влажностой режим соблюден здесь не был. Что привело к вот таким вот последствиям. Доманы начали где-то, трещина произойдет, что-то лопнуло. Представьте сами, на улице летом... Да, на улице летом плюс 40, здесь все плюс 60. Сухо, влажность, дома не отапливались. Я предупреждал администрацию, что эти дома сначала остынут, потом они просто замерзнут. Потом, когда мы подадим тепло, у нас появится точка росы, все будет мокрое. В общем, никто особо не слушал. Я не знаю, по какой причине дома не были заселены, мы в это дело не внедряемся. Но когда поступили последние жалобы, особенно последняя была в Ютубе, целая передача этому посвящена, реакция нашего руководства, нашего газета была мгновенная. Мы практически через день были здесь. Потому что я не предполагал, что до такой степени можно довести жилье новое, которое ждали все. И вот оно, к сожалению... На сегодняшний день, даже мы сейчас ходим по проверке квартиры, есть квартиры незаселенные, они ничьи. Вот, к сожалению, да. Мы не во все квартиры попасть можем. Администрация нам дает ключи только те, какие у них есть. Других ключей нет. Мы, наверное, по согласованию с администрацией в ближайшее время будем некоторые замки вскрывать, меня отвлечить, потому что нам надо попасть в эти квартиры и закончить вот этот ремонт, который необходимо сделать. С жильцами мы общаемся каждый день, поверьте мне, они приходятся все со своими проблемами, со своими чаяниями, со своими трудностями. Люди, в основном все пожилого возраста, молодежи мало, все обращаются с просьбой. Никому мы не отказываем. Мы откликнулись, не разбираясь в причинах, почему это произошло. Мы приехали, принцип простой. Мы своих не бросаем и не бросим. Мы строители, мы сделаем все, хотя это не наше дело, прошел год, как мы сдали эти дома, но у нас есть гарантийные обязательства по качеству наших работ, и мы эти гарантийные обязательства будем соблюдаем и соблюдать будем дальше. Поэтому мы прибыли, прибыли достаточно большой командой, в которой есть специалисты всех направлений, и мы эти работы выполняем, выполняем достаточно быстро. Договорились таким образом, что по окончании работы мы предъявляем нашему заказчику, целая комиссия будет заказчика, администрации, представитель ответственного квартиросъемщика, жильцы, которые будут здесь, они будут у нас принимать эти квартиры по акту, мы по акту будем передавать. На встречу нам пошли местные сетевые службы, надо им отдать должное. Они сразу, но пошли, они подключили дома по теплоснабжению, и они подключили дома по электроснабжению и по водоснабжению. То есть вода Донбасса, РЭК и филиал Донецкой теплоснабжающей компании, которая здесь в Мариуполе работает, они свою задачу выполнили. На сегодняшний день все абсолютно дома, по крайней мере, здесь, которые не были заселены по бульвару Шевченко находятся подключенными к сетям, к городским сетям по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению по постоянной схеме. Все коммуникации подведены, никаких временок здесь нет, все работает от постоянных источников по постоянной схеме. Мы сейчас проводим наладку на стройку в процессе сдачи квартир жильцам. Мы будем также предъявлять администрации города в лице уполномоченной управляющей компании технические помещения, места общего пользования, а также оборудование, которое в этом доме находится. Это счетовые, это распределительные электрические сети, это также тепловые индивидуальные пункты, которые здесь находятся, тососные, компрессорные всевозможные станции и ИТП, о котором я уже сказал. Это будет им предъявлено, будет некий всеобуч проведен такой небольшой коуч, для того, чтобы они могли работать, потому что система отопления в доме, она выполнена на полном автомате, то есть она работает в полном автоматическом режиме, поэтому мы это им покажем, как мы им передадим инструкции по эксплуатации. Они это дело изучат, примут у нас, и уже дальше будет произведена система непосредственной эксплуатации управляющей компании. Что касается наличия в доме горячей воды, значит, горячая вода в доме есть, и она будет, но только в тот момент, пока теплоносители в дом поступают, потому что у нас ИТП, оно обеспечивает подачу отопления в дом, индивидуальный теплогон, также обеспечивает подачу горячей воды. И как только теплоноситель будет снят, к сожалению, в доме не будет горячей воды, но это вопрос, который я выносил уже в администрацию города, вместе с присутствием, там, и у полетеплосети, которые были здесь. Я им предложил рассмотреть вопрос о неотключении теплоносителя в летний, также осенне-весенний период, для того, чтобы люди могли пользоваться горячей водой. Да, отопление здесь можно будет выключить, это в индивидуальном тепловом пункте технически предусмотрено, можно оставить только один контур горячего водоснабжения, и люди могут находиться с горячей водой 24 часа в сутки, 12 месяцев в году. Но это вопрос администрации, будет ли работать котельная в летний период, чтобы вырабатывать теплоноситель. Это вопрос непростой, это вопрос технический, технологический, вопрос финансирования администрации. Это то, что идет в подарок, да, еще от вас? Значит, пойдемте, это не все. Значит, нашей компанией принято решение каждому жителю из всех домов наших построенных, у нас их 240 жителей, каждому в подарок будет выдано вот такие комплекты кухонного гарнитура, полный кухонный гарнитур с установкой вместе и плита. Плита, вот, можем сейчас пройти посмотреть. Вот стиклокерамика, электрическая плита, вот, стиральную машину, это уже сам владелец купил. Здесь будет стоять кухонный гарнитур, плита. Да, все это будет установлено, подключено вместе с мойками, со смесителями и будет передано. Это бесплатно, это в подарок каждому жителю. Еще раз повторю, у нас их в 8 домах 240 квартир. Вот, ну а тут, что, вот так вот можете пройти посмотреть, то есть какие, вот, потом, там же снимали, трещины были, раз, да, вот эти вот штуки отскакивали, два. Сейчас вот на вас поведем, потихонечку радиоторские, то есть прогреваются, да. Где-то поменяли длинули, вот там вот желтое длину еще осталось. Трещины были здесь, вот эти вот все были обмалившиеся, да. Вот, все это прикрепление. Но оно, конечно, оно отсохло от того, что... Да, оно высохло до такой степени. Я даже, когда комиссия пришла, Маргун приходил сюда, два, 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 три сразу. Я ему говорю, Олег Владимирович, ну вот смотри, оно высохло, я рукой выдергиваю, он, говорит, плохо приклеено. Я говорю, ну оно высохло. Конечно. Ну, понимаешь, я говорю, если ты хочешь, чтобы оно рукой не отклеивалось, это совершенно другой дом. Это совершенно другие конструкции, это другие сроки, другие деньги. У нас задача стояла сделать быстрое жилье такого полуподменного фонда, такого обменного фонда, да, куда можно было бы людей переселить, поскольку мы начали 1 августа, а в ноябре я уже 4 дома сдавал, да. Можете себе представить, да. Фактически у меня получилась стройка 8 домов, 1 дом в месяц. Вот, это хороший, очень быстрый темп, да. Дома простые, ничего страшного. Дома простые, это не взрыв. Специально выбрали 3 этажа, потому что это фундаментные нагрузки, это упрощенный фундамент. Поэтому все это примерно такой вот достаточно упрощенный вариант. Вот, кстати, квартиры, хозяев которых мы не нашли, поэтому поминай лючинку, попередовую лючинку поставим, вот мы им вынесем. Вот, кстати, вот так будет выглядеть, вот можете сфотографировать это вот каждому нашему жильцу. И вот такой вот кухонный гардитур в подарок. Идет двор, кухонь. И потом монтаж, установка, да. Сегодня просто 23-й, я половину родину. С праздником. Да, с праздником. Да, благодарю, да. Я сегодня многих отпустил, только у нас остались половины ребят. Сейчас на часов шесть поедем домой. А это вот у нас... Это вот квартира уже после ремонта. Видите, да? Нету ни трещинки, ничего нигде. Чистая абсолютно линольфа. Двери, которые вот... Пожалуйста, да? Дверь открывается, дверь не закрывается. Потому что у них жалобы было. Вот эти вот... Санузел, наличники все приклеиваются. Санузел, санузел, пальчиком закрыл, пальчиком открыл. Все. Вот. Двери не закрывались, двери не открывались. Вот так вот невозможно, она перекошена была. Очень много меняли коробок, да. Ну, к сожалению, несоблюдение вот этих элементарных правил эксплуатации домов ведет к тому, что все переделывали. Регулировали окна, потому что окна тоже не открывались. Не закрывали. А сейчас они легко. Абсолютно, да. Да, проблема в том, что вовремя они выдают квартиры. Это лишь одна из самых главных проблем в городе. По какой-то причине, да. Ну, говорю, мы не стали разбираться, потому что мнения в Москве были разные. Не надо ехать, это не наша проблема, пусть там администрация. Нет, сказал наш руководитель. Нет, сказали мы. Это наши дома, мы за это отвечаем перед теми людьми, которые сюда въехали, поэтому поедем исправим. Разбираться будем потом. Кто в этом виноват? Да, наша задача. Приедем, фактически мы второй раз сдаем эти дома. Мы их сейчас приводим еще раз в порядок и второй раз будем сдавать. Ну, за это люди нам глубоко благодарны. Да, да. А кто-то будет контролировать, чтобы сюда всех заселили сразу же? Ну, это задача администрации. Мы сюда не лезем. Это политика, это политика города, это административная политика, это правовые вопросы, это вопросы администрирования, это вопросы жилищного комитета, это такие серьезные социальные вопросы, кому выдавать, когда выдавать, очередность выдачи, это не наша задача. Наша задача предоставить это жилье, а вопросы, как его распределять, какой принцип по слову распределения положить, это вопросы все, которые выносятся уже главой администрации города, администрации города, а может быть даже и республики СССР. Да, да, вверху закрывается, да, открывается все. Жалобы были, да, жалобы были, что нет, мы тут кое-что киношцу вели, мы тут такой температурный шов решили сделать, потому что дома немножко будут ездить, чтобы не было дополнительных трещин никаких. В целом все исправили, все, что требовалось, да? Все, что просят, да, по крайней мере, во-первых, как бы люди здесь, во-вторых, многие прям пишут на своих дверях недостатки, которые просят исправить, прямо вот так вот, перечень такой. Есть отдельные заявления, которые лежат в администрации города, там тоже с перечислением этих недостатков, которые они обнаружили или в процессе вот того, что дома стояли каким-то образом и бежили. Вот, реагируем на все. Это несложно, это несложно, это не очень трудно, это прогнозируемые вещи при такой, при таком отсутствии эксплуатации, конечно, это ожидаемые вещи, которые должны были случиться. Вот, ну вот такие вот вещи, вот трещинки, да, ребята заделают, пробежимся, посмотрим. Вот эти вот вещи тоже, как мы сказали, вот он, доводчик. Вот, все замыкнулось, да, то есть, все вот это вот, потому что двери не открывались, не закрывались, цеплялись за плитку. Мы сейчас закончим внутри, у нас будет второй этап, фасады. Мы выйдем потом на фасады, мы, значит, отреставрируем фасады, уберем всю облезлую краску, которая потрескалась, полопалась, мы сделаем, если где есть трещины в фасадах, мы уберем их, там нет, кровлю мы проверили, кровлю в идеальном порядке, протечек нет. Если у кого-то какие-то протечки были, косые дожди, мы уже объяснили, где мы это заделаем. И займемся порталами, входными группами. Вот те трещины, которые там есть, там кто-то мебель заносил, разбил, все равно мы это уберем. Мы сделаем, как положено, двери все открываются, все закрывается, подвалы, там, где не работают замки, или кто-то их сломал, кто-то ковырял. Нам неинтересно, но новые сделаем, все будет в идеальном виде. Фактически мы вернем дом в март 23-го года, ту исходную позицию, в которой он был, да, год назад. Поднялись на третий этаж, посмотрим, как выглядит коридор. Квартиры такие же, как и на первом, втором этажах. Очень тепло в квартирах. Смотрю, вот это вот единственное, что на первом этаже, тут два полосатых, очевидно, заселенные. Остальных не видно ни одного признака жизни. Но знаю, что неделю, две назад были здесь машины, разгружались. Но жить пока я не вижу, чтобы жили. Если в нашем доме, вот тут мой дом, там уже видны кое-где окна, в которых есть жизнь. Да. Понимаете? А тут пока ничего. Ну, что я скажу. Были недоработки, они сейчас устраняют их. Устраняются, да? Устраняют их. И довольно-таки интенсивно и хорошо. Неплохо. Ясно. Вы довольны, да? Да, мне, конечно, довольны. Полтора года прождать, как этот дом построили. И полтора года не вселяли. Так мы уже куда только не ездили. Нам уже... Мы сначала засекли этот дом, так сказать. Нам понравилось с супругой. Начали ездить в эту фирму, которая... Самолет, знаете? Да. Вот там вот они занимаются распределением квартир. Еще неделю назад они уже начали более-менее интенсивно. Я даже не знаю, как сказать. Может быть, их придавили за что-то. И они начали раздавать скорее. Может быть. Не знаю даже. А как давно вы заселились? 18 дней где-то. 17-18. А, всего лишь? Вот вы недавно... Недавно, да. Вы получили эту квартиру недавно? Да. И присутствует нас, которые здесь проживают. У нас здесь, по-моему, два или три хозяина проживают здесь. У нас делают ремонты. Там, в том корпусе, в той стороне, первый подъезд. Там уже, по-моему, закончили ремонт. Они сейчас перешли на этот подъезд. Ясно. Ну, шо вы... Я доволен, конечно, как. Шо вы... Хоть это дали. Мы, как говорится... Где мы только не шили? И в Урзур, и на Белосарайке. А где именно? Каких-то что-то общежития были? Нет-нет. Там знакомые были. Там и на Белосарайке тоже знакомые. В общем, у знакомых, у друзей жили вот так вот. А администрация вам не предоставляла ничего, никакого общежития? Нужно. А кто такая администрация? Ну, да. Наша городская администрация. Ни разу мы не слышали предоставления. Нет, как? Они же скажут, мы же вам предлагали. Ну, да, да. Они же скажут так же. Мы предлагали на 23-м микрорайоне, там, как перед самым кладбищем, там, в Крымском. О, потом вот здесь, как выезжать на Манус, будем подальше от города. Подальше от города. Ну, мы здесь имели 3-хунктую квартиру. Два балкона. Шикарнейшие квартиры были. Сколько квадратов было? Ваша. Где-то под 70. Да, квартира богатейшая. А сейчас получили? Сейчас хорошую тоже, равноценную. Где-то 80 даже. Даже 80? Чуть больше. На 10 квадратов больше. Наверное. Это сколько комнат здесь? Две, три? Просто большие, наверное, да? Три большие комнаты. Четвертая небольшая, типа, как это мы говорим, козырная комната приготовления пищи. И рядышком комната приема пищи. Хорошо. По крайней мере, мы довольны. Дай бог, чтобы, как говорится, все сделали. Это самое главное. Все уже было нормально. Ну, будем говорить, что ордер у нас на руках. Мы квартиру имеем уже. Через два с лишним года. Да нет, не с лишним. Два года мы получили. Почти два года вы жили то там, то сяб. Да, да. Ну, здесь в Мариуполе мы жили у знакомых на квартире. Заводской, завода Лича район. Там у нее была мама, Царство Енебесное. Она умерла. Она дала нам эту квартиру. И там уже больше года. Спасибо вам огромное за интервью. Итак, друзья, вы сами все видели и слышали. Всем мира и добра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok